Добрый день, дорогие шестиклассники! Сегодня урок русского языка проведу для вас я. Меня зовут Хаби Кирова Мадина Мухамедовна. Я преподаю русский язык и литературу в гимназии номер 16. Тема урока. Имя прилагательное. Повторение. Цель урока – повторение, обобщение и дальнейшая систематизация знаний учащихся об имени прилагательном. Второе. Формировать умения находить прилагательные и определять их грамматические признаки. Применять теоретические знания на практике. Итак, ребята, давайте вспомним, что же такое имя прилагательное. Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета, его качество. И отвечает на вопрос «какой?», «чей?», «какой?», «большой?», «красный?», «зеленый?», «медный?», «золотой?», «чей?», «папин?», «мамин?» и так далее. Начнем с постоянных признаков прилагательных. Разряд по значению – качественные, относительные и притяжательные. Качественные имеют степень сравнения, полную и краткую форму. Непостоянные признаки прилагательного. К ним относятся полная и краткая формы. Степень сравнения у качественных прилагательных – род, число и падеж. Итак, ребята, что мы должны знать? Обратите, пожалуйста, ваше внимание на экран. Морфологические признаки имени прилагательного. Постоянные признаки. Разряд по значению – качественные, относительные, притяжательные. Качественные, в свою очередь, имеют степень сравнения, краткую и полную формы. Непостоянные признаки – род, число и падеж. Лексика – грамматические разряды имен прилагательных. По лексическому значению и грамматическим признакам имена прилагательные делятся на разряды – качественные, относительные и притяжательные. Качественные прилагательные. Качественные прилагательные обозначают признак предмета, определяющий его качество. Например, красивый цветок, сладкая ягода, жаркий день. Лексическое значение качественных прилагательных разнообразно. Они могут обозначать цвет, физические свойства, вкус, запах, размер и так далее. Качественные прилагательные могут употребляться с уменьшительно-ласкательными суффиксами «оньк» и «еньк». Например, «зелёный», «зелёненький» и с наречиями «меры» и «степени». «Весьма», «очень», «гораздо», «совершенно». Например, «очень холодный», «весьма приятный». Эти качества чаще всего проявляются в большей или в меньшей степени именно в качественных прилагательных. Они имеют, ещё раз повторяю, краткую форму. Например, «узок», «молот». Образуют степени сравнения. Например, «уже», «самый узкий», «моложе», «наиболее молодой». «Красивее», «красивейший». Обратите внимание на ударение. Могут сочетаться с наречиями, обозначающими качество «очень», «слишком». Образуют сложные прилагательные путём повтора. Например, «старый», «престарый». Могут образовывать прилагательные с приставкой «не». Например, «некрасивый». К ним можно подобрать синонимы. А что такое синонимы, ребята? Давайте вспомним. Синонимы – это близкие по значению слова. Например, «мудрый», «умный». Антонимы – наоборот. Слова с противоположным значением. Хороший, плохой – это у нас качественные прилагательные. А теперь, ребят, перейдём к относительным прилагательным. Относительные имена прилагательной называют признак по отношению к материалу. Месту, действию, отвлечённому понятию. Например, «железная дверь», «золотое кольцо», «морской воздух», «городская площадь». Относительные прилагательные не имеют степень сравнения и не могут иметь краткую форму. Заметим, что в словосочетании «домашние животные» прилагательное «домашние», ребята, обозначает не название, а место. То есть всегда нужно определять значение слова, исходя из данного контекста. Относительные прилагательные, в отличие от качественных, обозначают признаки, которые не могут проявляться в предмете в большей или в меньшей степени. Лексических синонимов, ребята, относительные прилагательные тоже не имеют. Но могут иметь синтаксические синонимы. Например, «деревянное» из дерева, «приморский» около моря. В определенных контекстах могут быть антонимы. Например, «вечернее» и «сегодняшнее», вернее, «вчерашнее» и «сегодняшнее». Ну, например, «газета». Далее перейдем к «притяжательным» прилагательным. «Притяжательный» именно прилагательный образует принадлежность, обозначают принадлежность предмета к какому-либо лицу или животному. Например, «отцов», «дом», «бабушкины», «очки», «лисий», «хвост». Притяжательные прилагательные образуются от одушевленных существительных с помощью суффиксов «Ий», «ов», «ев», «ин», «ын», «овск», «евск», «инск», «ынск». Например, «лисий», «отцова», «мамина», «отцовский», «материнский». Итак, ребята, посмотрите все на экран. Еще раз повторим с вами разряды прилагательных. Качественные – что же они могут обозначать? Качественные – какой признак, который может проявляться в большей или в меньшей степени? Ну, цвет, по цвету, по форме, может быть, по вкусу, по размеру, по запаху. Например, «длинный», «теплый», «круглый» и так далее. Относительные прилагательные. Вопрос «какой?» Что обозначают? Признак предмета по отношению между предметами. Деревянный, вечерний, горный. Дальше – притяжательные прилагательные. Отвечают на вопрос «чей?». Обозначают принадлежность к лицу или животному. Мамин, лисья, зайчий. Ребят, прилагательные могут переходить из одного разряда в другой. Например, смотрите, относительные и притяжательные прилагательные могут переходить в разряд качественных. Например, «каменный дом», «дом из камня» – это у нас относительное прилагательное. Но если мы скажем «каменное сердце», имеется в виду «холодное сердце», это уже получается качественное прилагательное. Или же «отцовский дом», «дом отца», «отцовские чувства», «тёплые чувства» имеются в виду. Притяжательные прилагательные могут переходить в разряд относительных. Например, «зайчий хвост». Чей хвост? Зайчий. Зайчий тулуп – это уже относительное прилагательное. Почему? Потому что тулуп из шкуры зайца имеется в виду. Еще с вами разберем несколько примеров перехода от одного разряда в другой. Притяжательные. Медвежья берлога. Логово медведя имеется в виду. Чья берлога? Медвежья. Дальше переходит в относительные прилагательные. Это слово «медвежья шуба». Имеется в виду «шуба из шкуры медведя». А если мы скажем «медвежий угол», это уже качественное прилагательное. Почему? Потому что имеется в виду отдаленное, малонаселенное, глухое место. Это «бараньи рога». Рога барана. Чьи рога? Рога барана. Бараньи котлеты. Значит, котлеты из мяса барана. Это уже относительное прилагательное. Но если мы скажем «баранья голова», обычно так говорят о глупом, бестолковом человеке. Это у нас уже качественное прилагательное. Дальше. Утиный клюв. Чей клюв? Клюв утки. Значит, притяжательное прилагательное. Утиная охота. Охота на уток. Это относительное прилагательное. Но если я скажу, допустим, утиная походка, значит, неуклюжая походка. Например, мы можем сказать, у бабушки утиная походка. Это уже качественное прилагательное. Сравнительная и превосходная степени имен прилагательных. Отличительной чертой качественных прилагательных является то, что они имеют степень сравнения. Сравнительную – ближе, сильнее. И превосходную – ближайший, сильнейший. Как сравнительная, так и превосходная степени могут быть простыми. Добрее – добрейший превосходная степень. И сложными. Например, более добрый – самый добрый. Простая и сложная формы прилагательных сравнительной степени. Ребят, простая форма сравнительной степени образуется при помощи суффиксов «ее», «ей», «е». Слабый – слабее, слабей, крутой – круче. Сложная форма сравнительной степени сочетает слова «более» или «менее» и начальную форму прилагательного. Например, «добрый», «более добрый», «менее добрый». «Честный», «более честный», «менее честный». Простая и сложная форма прилагательных превосходной степени. Простая форма превосходной степени образуется при помощи суффиксов «айш», «ейш». Например, «добрейший», «величайший». Сложная форма превосходной степени, ребят, может быть образована присоединением. Первое слово «самый» к прилагательному в начальной форме. «Самый высокий», «самый добрый». Второе слово «найболее» или «найменее» к прилагательному в начальной форме. Например, «надёжный», «найменее надёжный», «найболее надёжный». И третье слово «всего» или «всех» к прилагательному в простой форме сравнительной степени. Например, «милее», «всех милее», «твёрдый», «всего твёрже». А теперь, ребята, обратите, пожалуйста, внимание на таблицу. Простая и составная форма сравнительной степени прилагательных. Нельзя путать разные формы сравнительной степени. Простая форма «выше», «красивее». Нельзя совмещать две формы. «Более выше», «менее красивее». Так говорить, ребята, нельзя. Надо говорить «более высокий», «менее красивый». Перейдём к превосходной степени. «Высочайший», «красивейший». Ещё раз повторяю, ребята, нельзя говорить «самый высочайший», «наиболее красивейший». Надо говорить «самый высокий», «наиболее красивый». Краткие формы имён прилагательных. Большинство качественных прилагательных может иметь полную и краткую формы. Например, «долгий путь», «путь долог», «красивый сад», «сад красив». Краткие прилагательные образуются от полных путём отбрасывания окончаний. Например, «низкий», «низок», «горячий», «горячь». У прилагательных с основой на шипящую в именительном и в винительном падеже «мягкий знак» не пишется. Теперь, ребята, давайте с вами перейдём к правописанию одной и двух «н» в суффиксах прилагательных. Одна буква «н» пишется в отымённых прилагательных с суффиксами «ан», «ян», «ин». Например, «земля», «земляной», «кожа», «кожаный», «пчела», «пчелинный», «ян», «ан» и «ин» суффиксы пишем с одной буквой «н». Исключения. Конечно, эти три слова мы все хорошо знаем. Это «оловянный», «стеклянный», «деревянный». Пишем с двумя «н». Дальше. Две буквы «н» в суффиксах прилагательных пишутся суффиксами «онне», «енне». Например, «общественный», «экскурсионный». Исключения. «Ветренный», «но», «безветренный». А теперь, ребята, перейдём к прилагательным отглагольным. Одна буква «н» в прилагательных пишутся, если они образованы от глагола несовершенного вида. Например, «штопанный чулок». Пишем с одной буквой «н», потому что образовано от глагола несовершенного вида «штопать». Что делать? «штопать». «Не писать», «неписанный закон» мы напишем с одной буквой «н», потому что образовано от глагола несовершенного вида. Что делать? «Не писать». Дальше. Две буквы «н» пишутся в прилагательных, образованных от глаголов с суффиксами «ова», «ева». Например, «маринованный», «лакированный» мы будем писать с двумя буквами «н». Исключение «жеванный», «кованный». Запомните, ребят, правописание слов. А теперь поговорим о правописании одной и двух «н» в кратких прилагательных, ребят. Мы знаем, помним, что в кратких прилагательных пишется столько же «н», сколько и в полных, от которых они образованы. Например, обратите внимание на таблицу. Прилагательное «искусно» мы напишем с одной «н», потому что полная форма его тоже пишется с одной «н». «Искусный». А вот прилагательное «туманно» мы напишем с двумя «н». Почему? Потому что полная его форма пишется с двумя «н». «Туманный день», например, с двумя «н». И «туманно» тоже будем писать с одной буквой, вернее, с двумя буквами «н». Или уже ценная вещь, вещь ценна. Пишем с двумя буквами «н». Ребят, внимательно смотрим на экран и запоминаем правописание следующих слов. «Ветренный день». Мы будем писать это слово «сиен». Почему? Потому что «ветренный день», «ветренный человек». Если это слово употребляется именно в значении, например, «ветренный человек». Ну, несерьезный человек. А «ветряной», например, «двигатель» мы будем писать с «ян». «Ветряная мельница» тоже будем писать с «ян», с гласной «я» перед «н». Почему? Это слово пишется с «ян» тогда, когда оно употребляется в значении, приводимой в движение ветром. Например, «ветряной двигатель», «ветряная мельница». Дальше. «Свиной», «багряный», «ряный», «пьяный», «румяный», «юный», «синий». Эти слова мы пишем с одной буквой «н». А теперь, ребят, давайте немножко закрепим то, о чем мы с вами сейчас говорили. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Первая, значит, первый столбик. Мы должны с вами отметить строчку, в которой все слова будут писаться с двумя буквами «н». Внимательно смотрим на экран. Первая строчка. «Тюлень и хвост» мы будем писать с одной «н». «Деревянный стол» мы напишем с двумя «н», потому что мы знаем, что это слово-исключение. Значит, этот ряд нам не подходит. Идем дальше. Второе. «Масляное пятно» с одной буквой «н», но зато «туманное утро» с двумя «н», значит, эта строчка тоже нам не подходит. Идем дальше. «Окна стеклянные» с двумя «н», старинный сундук тоже с двумя «н», значит, эта строчка нам подходит. Четвертое. «Деревянные дома» с двумя «н», масляная каша с одной «н», не подходит. Дальше. «С одной «н», соломенная кровать, гостиный, двор. Второе. «Безветренный день» с двумя «н», ветреный человек с одной «н», не подходит. Нам, ребята, подходит. «Свиной шашлык» с одной «н», юный друг. И кожаный ремень с одной «н», бараний мех тоже с одной «н». Дальше переходим к правописанию «о» и «е» после шипящих в суффиксах прилагательных. Но мы знаем, что под ударением в суффиксах прилагательных после шипящих будет писаться буква «о». Кумачевый, ежовый, перчевый. И наоборот, без ударения пишется буква «е». Например, плечевой, вещевой, кварцевый. Дальше в окончаниях под ударением после шипящих пишется буква «о». Большого, меньшого брата и буква «е», например, свежего утра, ключевого, вернее, колючего ежа и общего пляжа. Правописание «не» с прилагательными. Ребят, вспоминаем, слит напишется тогда, когда слово «не» употребляется без «не». Например, неряшливый. Еще, если можно подобрать синоним без «не». Например, неправдивый слит напишется, потому что лживый. Подбираем синоним. Раздельно, если есть противопоставление с союзом «а», неправдивый, а лживый. Или же, если они относятся к словам «далеко не», «вовсе не», «ничуть не», «отнюдь не». Прилагательные пишутся слитно. Сложные прилагательные пишутся слитно тогда, когда, если слово образовано от словосочетания. Долгожданный, например, долго ждать. Сельскохозяйственный, сельское хозяйство. И если первая часть прилагательного на «о», «е», например, «выше», «сказанный», «свеже», «мороженый». Через дефис пишется сложное прилагательное, если оно обозначает цвет, оттенки цвета. Ярко-синий, светло-голубой. Если идет повтор однокоренных слов «умный», «приумный». Если образовано от сложного существительного, которое тоже пишется через дефис «юго-запад», «юго-западный». И если оно образовано от равнозначных слов «морковно-ягодный». Ребят, давайте запишите домашние задания. Перед вами текст, который вы должны дополнить именами прилагательными. На этом я с вами прощаюсь. До свидания и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова